На канале ОТС Время новостей в студии Иван Кудинов. Здравствуйте! В Новосибирскую область прибыл генеральный консул Социалистической Республики Вьетнам в Узу и Мэнг. Рабочий день высокого гостя начался со встречи с Владимиром Городецким. Губернатор рассказал о текущем сотрудничестве Новосибирской области с этой страной. Это касается и конкретных примеров взаимодействия с нашими конкретными предприятиями. Приборостроительный завод, завод Генечкалова, завод Химконцентратов и других еще. Поэтому дать возможность, думаю, наша задача, я так считаю, это дать возможность представителям бизнеса больше информации о возможном направлении взаимодействия. Также партнерские отношения с вьетнамскими коллегами поддерживают и несколько коммерческих предприятий Новосибирска. В целом, по словам Владимира Городецкого, доля Вьетнама в товарообороте нашего региона менее 1%. Однако уже сегодня есть тенденции к развитию двусторонних отношений. Это сфера туризма, импорт злаков и морепродуктов, а также экспорт минерального топлива и электрических машин. 133 лесных пожара зафиксировали с начала года на территории Новосибирской области. При этом средняя площадь одного сгорания составила 5 гектаров. Лесопожарную обстановку в регионе сегодня обсудили специалисты на пресс-конференции. С подробностями моя коллега Елена Мершниченко, она на связи со студией. Елена, добрый день, вам слово. Здравствуйте, Иван. По данным Департамента лесного хозяйства, в этом году пожаров меньше и по количеству, и по площади. Лидерами по количеству пожаров остается традиционно Ордынский район. Там в этом году было зафиксировано 20 пожаров на площади 114 гектаров. Затем Сузумский район, Убинский, Машковский. Среди основных причин возгорания называют переход из возгорания с иных территорий. То есть, когда загоралась территория, у которой нет собственника, например, свалка. А также сельскохозяйственные палы по вине местных жителей. Кроме того, четыре пожара произошло и из-за грозовых разрядов, где сгорело больше 7,5 гектаров. Ну а в целом на территории Новосибирской области в этом году крупных пожаров удалось избежать. Все благодаря постоянному мониторингу. Но, тем не менее, сегодня остаются территории, которые находятся на постоянном контроле. И вот об этом подробнее я расскажу в вечерних выпусках новостей. Иван. Спасибо. Елена Мершниченко. Лесопожарные обстановки в регионе. И к другим темам. За два месяца этого лета в Новосибирске утонули пять человек. И все на несанкционированных пляжах. Чтобы печальную статистику не пополнили новые утонувшие, сотрудники МЧС проводят акцию «Безопасность на воде». В течение недели будут усилены патрули не оборудованных мест купания. Сейчас на одном из таких пляжей работает моя коллега Екатерина Киселева. Катя, здравствуйте. Ждем от вас подробностей. Здравствуйте, Иван. Мы сейчас находимся на берегу Аби, на так называемом пляже Левобережний. Здесь мы принимаем участие в акции «Вода. Безопасная территория». Сотрудники МЧС, матросы и спасатели ежедневно разъезжаются по постам, не санкционированным для купания. Матвеевка, Маяк, Старый и Новый Бугринский пляж, Пескобаза. И там проводят профилактические мероприятия, беседы с отдыхающими. В этом году удалось оказать помощь уже более сотни человек, благодаря слаженной работе спасателей. Поэтому статистика утонувших гораздо меньше, чем в прошлом году. Эта акция продлится до конца месяца. И о том, что может стать причиной несчастных случаев на воде и как их избежать, я расскажу в вечернем выпуске новостей. Иван. Спасибо, Екатерина Киселева, о работе новосибирских спасателей. В консолидированный бюджет Новосибирской области за первые шесть месяцев налоговики собрали свыше 50 миллиардов рублей. Это на 10% больше, чем было годом ранее. Тем не менее, в налоговой службе сомневаются, что к декабрю бюджет региона будет исполнен. Одна из главных причин – задолженность новосибирцев. Физлицы недоплатили налогов на сумму почти в 3 миллиарда рублей. А всего служба недосчиталась 21 миллиарда. Снизить долг позволяет то, что налоговики исключают из единого госреестра недействующие организации. В целом же ситуация с поступлениями в регион стабилизировалась. Два основных сегмента – налог на физических лиц и прибыль – выросли на 10% до 42 и 14 миллиардов соответственно. Однако оптимизма представителям Федеральной налоговой службы это не добавляет. Указанные темпы поступления позволили в первом полугодии обеспечить исполнение как областного бюджета, так и бюджетов муниципальных образований. Но, к сожалению, даже такие положительные темпы поступления сегодня нам пока не позволяют говорить о том, что в целом по году мы обязательно обеспечим исполнение консолидированного бюджета Новосибирской области. Я напомню, что по налоговым доходам он составляет 106,8 миллиарда рублей. И пока мы оцениваем риски неисполнения годового бюджета в размере 2-3 миллиардов рублей. Это новости дня. Сейчас о событиях, которые обсуждают крупнейшие печатные и интернет-издания. Российская газета открывается статьей под заголовком «Без лишних слов». Оплачивать таможенные пошлины можно будет быстрее. В российских аэропортах оборудуют специальные терминалы самообслуживания, благодаря которым время оформления таможенных деклараций и оплата пошлин товаров займет не более 10-15 минут. Напомню, по действующим правилам каждый путешественник может привезти из-за границы для личного пользования товаров на сумму не более 10 тысяч евро, а по весу не выше 50 килограммов. Все, что сверху, должно быть оплачено. До конца года платежные терминалы появятся в пунктах таможенного досмотра 25 российских аэровокзалов, в том числе в городах, где пройдет чемпионат мира по футболу. В перспективе терминалы начнут обслуживать пассажиров в пунктах автомобильного пропуска, на железных дорогах и в морских портах. Ведомости сообщают, в России впервые ввели минимальную цену на игристые вина. Вступил в силу соответствующий приказ Минфина. Теперь в рознице бутылку 0,75 литра можно будет купить по цене от 164 рублей. Минимальная отпускная цена производителя на шампанское составляет 115 рублей за бутылку, оптовая – 133 рубля. На алкогольном рынке есть проблемы с игристыми винами, которые не соответствуют ГОСТу и продаются по низким ценам, говорят представители Росалкогольрегулирования. Из-за низкой цены производители таких напитков получают необоснованное конкурентное преимущество, а минимальные цены позволят вытеснить с рынка нелегальную продукцию. Отмечу, что минимальные цены на алкоголь в России устанавливаются с 2010 года и до сих пор действовали только на крепкие напитки в рамках борьбы с контрафактом спиртного. И коммерсант пишет о том, что школы штрафуют за подавление сигнала сотовой связи во время проведения ЕГЭ. Получается, что практика глушения при сдаче экзаменов поставила директоров российских школ в крайне затруднительное положение. Региональные экзаменационные комиссии настоятельно рекомендуют им устанавливать подавители сигнала, чтобы школьники не могли получить подсказку через телефон или радионаушник. А после экзаменов местное отделение Роскомнадзора штрафует образовательные учреждения за использование таких глушилок, утверждая, что они создали помехи для связи. Как быть в таких случаях пока не совсем понятно. Школьный бюджет формируется по нормативно-подушевому финансированию. На каждого ученика выделяется определенная сумма и лишних денег просто нет. Если администрации приходится платить штрафы, то она вынуждена урезать какую-то статью бюджета, например, зарплату учителей, считает в профсоюзе педагогов. К другим темам. Сборная команда Новосибирской области отправилась в Киргизию, чтобы перезимовать лето. Это не парадокс. Там действительно очень холодно, настоящая зима и много снега. Сейчас на маршруте на пик Хантенгри находится моя коллега Светлана Антимонова. Сборная работает на высоте 5800 метров над уровнем моря. К сожалению, началась затяжная непогода, и спортсмены вынуждены пережидать осадки. Вот что нам удалось получить с пика Хантенгри. Вот опять надвигается непогода, снова будет снег, и там внизу все заволокло. Можно непогоду пережидать в палатках, но там тебе будет мокро, ветрено и холодно. А можно в пещерах, они наилучше всего укрывают от снега. Сейчас мы туда сходим. Пережидать непогоду или просто жить можно еще и в пещере. Вот так она выглядит. Залазить нужно ползком, и не бывает несколько комнатные. Но вырыть такую пещеру одному очень трудно. Работать надо целой команде, буквально целый день. Кажется, что здесь холодно, но на самом деле температура не опускается ниже нуля градусов. И очень важно, чтобы был выход, чтобы поступал воздух. Иначе вся команда, которая здесь ночует, может задохнуться и ее занесет снегом. Но на самом деле пещера очень удобная. Удобное место, где можно пережить непогоду или просто жить в ожидании своего выхода. А вот это большая пещера, но обычно роют немножко меньше. Вместо лыж – роллеры, вместо снега – асфальт. В Новосибирске проходит чемпионат и первенство области по летнему биатлону. На соревнованиях побывал наш корреспондент Сергей Федотов. Чемпионат по летнему биатлону разделен на два дня. В первый день – гладкая гонка без стрельбы. Второй – пассьют, гонка преследования. В турнире принимают участие 55 спортсменов, 37 мужчин и 18 женщин. В числе участников – гости из других регионов. Также выступают наши гости из Казахстана. Надо сказать, что тоже сильнейшие члены сборной команды Казахстана. И из Ханты-Мансийска, с Сургутского района два участника. На учебно-тренировочный сбор приехали спортсмены из Камчатки. Наши спортсмены тренируются и готовятся к зимнему сезону. Двукратная призерка Олимпийских игр в Сочи, звезда Новосибирского биатлона и самая обсуждаемая фигура соревнований Ольга Вилухина после прошлого сезона не поехала в отпуск и продолжила тренироваться. На чемпионате и первенстве области она финишировала на шестой позиции. Этот год также тяжелый в плане подготовки. То есть очень много работы, которую надо переварить. Вот сейчас сложно пока. Ну, с трудом справляюсь с этой нагрузкой. И были моменты, когда у нас здесь в Новосибирске стояла жара, поэтому словило тепловой удар. То есть вылетел из тренировочного процесса на четыре дня. И сейчас мне нужно наверстать упущенное, поэтому стараюсь, терплю. Летний биатлон рассматривается как этап подготовки к предстоящему сезону. Главная задача сейчас – войти в тренировочный режим. Это повышение, допустим, скоростной выносности, значит, улучшение качества стрельбы, время нахождения на огневом рубеже. Ну, наша вот Новосибирская, конечно, команда, основная ее проблема – это почему-то так сложилось в стрелковом плане. То есть акцент в этом году был сделан много на стрелковой работе. Лучшие спортсмены турнира в августе поедут на чемпионат России в Уфу и будут иметь шанс попасть в сборную России по летнему биатлону. Сергей Федотов, Семен Татаринов, Новости ОТС. И на этом пока все. В студии работал Иван Кудинов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова